В Грузии проходят масштабные протесты против закона об иностранных агентах, и местный парламент уже пообещал, пока пообещал, но вроде бы должен отозвать с рассмотрения этот закон. Он пока принят в первом чтении, и процедура внуждается провести все равно второе чтение, отозвать его сразу так невозможно. Вот как грузины показывают россиянам, как нужно протестовать, мог бы сказать я, но на самом деле, естественно, я это говорить не буду, учить россиян протестовать в стране с жестким авторитарным режимом. Я не собираюсь, по-моему, Андрей Илларионов, экономист, сказал в интервью Гордону, что 0,05% силовиков в стране достаточно, чтобы сдерживать любой мирный протест. А в России у нас, в общем-то, другого протеста особо и не было, и долгое время оппозиция, особенно более такая мягкая оппозиция, говорила именно о ненасильственных протестах, как показывает практика. У нас в России это просто невозможно. Вот протест в Грузии, мы прекрасно видели, как люди выступали, как собирались, как относились к ним силовики. Ну, самое страшное, это был разгон водометами в России, как мы помним, в загнанных местах, не перед парламентом, нет, в загнанных местах, где-то там далеко, практически за Садовым кольцом, или в Пскове, не в центре города, в Петербурге тоже не в центре города, людей разгоняли электрошокерами, били дубинками. Ну, вот если есть в России определенное количество силовиков, которые готовы бить людей, мучить людей, бить их электрическим током, конечно, ненасильственным протестом в России ничего не изменить. Видите, вот Грузия показала, как в таком гибридном режиме, который не относится к авторитарным, во всяком случае жестким авторитарным режимам, можно изменять мнением населения, пусть даже частью населения, которое тоже имеет право на свой голос, можно изменять, отзывать ненужные законы. Ну, а сам закон, конечно, ненужный, скажу так, дискриминационный. Я, как один из первых иностранных агентов в России, на самом деле, долгое время выступал за то, что российский журналист, если это журналист, иностранный агент, должен смириться. Он живет в России, это нормальное явление, к сожалению, с такой гирей нужно научиться работать. Это может не нравиться, но истерить по этому поводу, как бы, я не видел смысла. Сейчас, в целом, конечно, когда уже кучу людей, и не только журналистов добавили в этот список, нужно сказать, что этот закон дискриминационный, естественно, был направлен перед войной для того, чтобы дискредитировать и журналистов, и политиков, которые, очевидно было, да, что они будут выступать против войны. Вот, что будет с этим законом в России, я думаю, что при нынешнем режиме понятно. Пропаганда по-прежнему будет говорить, что, а, посмотрите на США, вот это вот вечная мантра. Давайте просто вспомним, как в США принимался этот закон, точнее, когда. Да, тогда же, когда появилась гитлеровская пропаганда, фашистская пропаганда нацистской стала распространяться по Европе, так же, как по Европе стала распространяться российская пропаганда в нулевых, а больше даже в десятых годах. И, посмотрите, почему-то у Запада, у США, у Европы нет претензий-то к пропаганде Северной Кореи, Ирана, таких же авторитарных режимов, как и в России, и даже к Беларуси нету, да, особых претензий, потому что они свою пропаганду на другой мир не распространяют и поменять мнение не пытаются. А вот, ну, с Россией все очень, по-моему, понятно. Политик Леонид Волков ушел с поста международного ФБК, потому что очень долго врал, очень долгий период, не только в последней истории, если вы следили, наверное, знаете, что некоторые люди заявили о том, что он ставил подпись в поддержку некоторых российских олигархов, чтобы с них сняли санкции. В первую очередь это касалось Михаила Фридмана и всей группы Альфа, которые относились к Пётру Аген, например, который имеет отношение к Латвии, гражданин Латвии, пока что им остается, и другие олигархи и крупные бизнесмены. Вот, ну, Волков начал отказываться, и самое печальное, ФБК даже выпустило расследование, которое должно было немножко отвлечь от этой темы, и досталось там Алексею Венедиктову, которого обвинили в больших заработках с помощью мэрии Москвы. Ну, Венедиктов признал, да, что он там заработал 17 миллионов рублей за два с половиной года. Большие деньги, да, для нас, там, региональных журналистов это очень большие деньги, хотя, с другой стороны, московский топ-медиа-менеджер, там, в месяц, если пересчитать, получал приблизительно столько же, сколько аппаратчик в администрации Псковской области. Бывшие спасатели или другие люди, которые переносят бутылочки, там, перекладывают бумажечки, вот в аппарате приблизительно люди столько же, может быть, чуть меньше, чем Венедиктов, получали небольшие деньги. Стоит ли к этому придираться, не знаю, это другой разговор. Дело в том, что Волков долго отрисал, это зачем он это делал, это непонятно. Ну, вот эта история стала последней каплей, я думаю, было понятно, что уже, к сожалению, оппозиция, именно вот эта вот, которая оппозиция бывшего штаба Навального, которая уехала за границу, она себя дискредитировала. Она, конечно, дискредитировала себя, начиная с самолетиков, да, понимаете, вот после того, что произошло в Украине, то, что было в Грузии последние дни и в других местах, где были жесткие протесты, и все вспоминали вот эти протесты с самолетиками, и на фоне того, что было в Республике Беларусь тоже. И, в общем, конечно, вот эта часть оппозиции, она себя дискредитировала уже давно, и вот эта последняя история просто стала той каплей, которая, в общем-то, переполнила чашу. Ну, что будет дальше, непонятно, потому что, ну, в общем-то, оппозиции в России как таковой не осталось, и мы, наверное, на изменения внутри России и извне России со стороны политиков не рассчитываем. Все возможные политические изменения, наверное, может принести только Украина и в каком-то смысле, в каком-то виде поражение России в войне. Еще пару слов о пропаганде моей. Данные товарищи, друзья, бывшие одноклассники спрашивают, неужели, ну, неужели такое возможно, чтобы все федеральные медиа, государственные, врали почти постоянно? Ну, может быть, хоть где-то чуточку, что-то как-то, где-то правду говорят? Может быть, есть какие-то медиа, которым можно доверять? Ну, давайте просто вспомним Советский Союз. Ну, у граждан Советского Союза не было же никакого, никакой иллюзии. А может быть, есть какое-то вот независимое издание в Советском Союзе, которое можно читать, и оно рассказывает правду. Исключительно правду, и рассказывает об оппозиции, о критике. Было такое? Конечно, не было. Почему мы сейчас не можем в это поверить? Потому что люди, да все, и я, и другие, мы не можем осознать, что мы живем в учебнике истории. Нужно просто дать себе в этом отчет. Мы живем в такой же истории, которой был Советский Союз, когда был сталинский режим, другой режим. И во время Советского Союза мы, читая учебник, мы понимаем, ну да, конечно, не могло быть независимых медиа. Их уничтожили практически сразу, так же, как уничтожили независимые медиа внутри России уже после начала войны. Просто, конечно, интернета в Советском Союзе не было. Вот если вспомнить вообще историю России, у нее был небольшой период в конце 19 века. Вы не помните, ну, конечно, вы не помните. Возможно, просто читали, опять же, о независимых медиа в Российской империи. Их было достаточно много. Они были независимы от государства. Была даже бульварная пресса, там, московский городской листок и другие издания, петербургские ведомости, московские ведомости. Вот были независимые СМИ, всех их уничтожили на рубеже конца 1917-1918 годов. Не стало независимых медиа в Советском Союзе. Мы же сейчас это понимаем, мы же знаем, что вот был период, когда были независимые медиа. Вот был период, когда их не стало. Потом был опять короткий период российских независимых медиа на рубеже 90-х. Ну, почему сейчас мы не можем себе честно признаться, что в России есть и царит пропаганда такая же, а может быть, даже и хуже, чем в Советском Союзе? Просто представьте, что вы находитесь в Советском Союзе и просто живете в учебнике истории. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!